Уже интересно. О, а че я появился сразу? А вы, наверное, включили просто, нет? Ну да, включили. А это я вам дал слово, но вы еще не появились в эфире. Ну я себя вижу в эфире. Я могу нажать и остановить. Остановить. Коллеги, это у нас тут настройки, 5-минутной готовности буквально. Вот, как слышно, как видно, напишите, это еще не начало вебинара, у нас 69 человек, еще 10 минут до начала, большинство, как всегда, подойдет чуть позже. Так что все хорошо. Все, друзья, помните, да, пишите вопросы в раздел «Вопросы», пожалуйста, потому что чат вот здесь сейчас убежит, и мы ничего не увидим. Сегодня интересная тема будет, Дмитрий Александрович расскажет, про то, какие условия должны создастся, чтобы инновация пошла, то есть что не хватает, что нужно, и почему какие-то инновации там выйдут в свет, а какие-то нет, какие вот признаки и так далее. Все, коллеги, через 10 минут, пожалуйста, приглашайте своих знакомых, кто интересуетесь проектом, сегодня на этом будем разговаривать. Все, да, увидимся чуть позже. Коллеги, пора начинать, время 19.00 по Москве, чтобы не поймут, на 1 часах еще 58, на 2 часах уже 19.02. Читаю ваш чат, скайп, очень всегда весело. Да, коллеги, сегодня, смотрите, у нас четверг, а более-менее такой свободный день, сегодня не презентация, ни какой-то, сегодня будем просто общаться, отвечать на вопросы, кто там слышит эту речь на заднем фоне, это вебинар по проекту «Дуйнова», на связи Семенов Сергей, хоть и с аккаунта Паши Филиппова. Вот, что тут обсуждение опять началось, про Волон-де-Морта. Так, давайте, да, на эту тему мы не будем, а то очень ревностно относятся участники, переживают руководители, поэтому давайте говорить про наш проект, коллеги, пока все люди подходят. Да, давайте я сейчас включу, пожалуйста, один отзыв, вместе с вами посмотрим. Вот, как раз люди, кто опаздывает, подойдут, потому что всего лишь 107 человек, наверняка сейчас будет всех больше 200, вот, а возможно, кто-то это не видел. Вот, плюс сегодня нужна будет очень ваша помощь в одном очень хорошем деле, разместили на большом ресурсе про нас, нужно поддержать, так скажем, голосование. Вот, коллеги, поэтому, пожалуйста, в чате давайте, либо я вам помогу сейчас это все остановить, либо вы сами как-то просто сейчас на эту тему прекратите общаться, соответственно, и мы будем смотреть то, ради чем здесь собрались. Коллеги, значит, эта встреча произошла перед уездом в Прагу на регистрацию компании. Николай Фоменко приезжал нам в гости, вот, все спрашивают, чем будет заниматься компания, кто у нее будет заказчиками, как она будет работать, на чем зарабатывать. Вот, один из заказчиков о том, как происходит, так скажем, эта работа, то есть, кто является заказчиками, чего они хотят. Вот, давайте посмотрим небольшой видеоролик, кто смотрел, ну, еще раз посмотреть, ничего страшного, кто не смотрел, думаю, вам будет интересно. Вот, кто такой Николай Фоменко, я тоже, думаю, представлять не стоит. Просто давайте посмотрим. Друзья, вот такое вот видео нам удалось снять, это был рабочий приезд Николая Фоменко в офис компания в Зеленограде, ну, там, где вот, где шоурум, куда все приезжали. Вот, соответственно, давайте я чуть-чуть расскажу, что это за приезд, зачем он был и вообще вот этот приезд, он отвечает на вот этот вопрос, в чем у нас пока достаточно большой затык. Давайте я сейчас чат на секундочку поставлю на паузу, а потом, если что, включу опять. Значит, смотрите, вы наверняка все ассоциируете, вот здесь вот написано, да, краудинвестный проект, а синхронные двигатели Дуэнова. Ну, как бы, а здесь так нет, мотор-колесо. Ну, все вы, наверное, попали по мотор-колесу, и все думают, что мы будем заниматься мотор-колесами. Это верно, но это часть проекта. Это, знаете, как Дмитрий Александрович хорошую такую аналогию проводил. Ну, не то, что верхушка асберга, а то, что мы вынуждены громко кричать про мотор-колесо и показывать его впереди планеты всей, потому что это понятно, это легко воспринять обычному человеку, понять, что это такое. Это нечто уникальное, мощное, красивое, в мире не существующее, вот именно в таком исполнении в асинхронном электродвигателе. Но само предприятие, создаваемое, компания, создаваемая, вот эта вот, соответственно, инжиниринговая компания, она будет заниматься постановкой технологии производства электродвигателей. То есть, вот пример, смотрите, что является продуктом и что является, кто является заказчиком. Вот Николай Фоменко, еще раз рассказал. Он приехал, сказал, что они планируют производить электромобили. То есть, вот этот суперкар свою Маруся хочет сделать на четырех мотор-колесах. Он приезжает и делает заказ. После этого наша компания делает расчеты электромагнитной системы, проектирует и на компьютере выдает внешний образ, образ, не знаю, как это назвать, модель. Там происходят все обсчеты и так далее. Если эта модель подходит заказчику, дальше этот двигатель производится, допустим, в четырех экземплярах. Для того, чтобы его поставить на опытный образец автомобиля, вот, соответственно, и его протестировать, посмотреть, подходят ли эти характеристики в этом физическом мире, совпадают ли они с тем, что было спроектировано. Если что-то не сходится, дорабатывается, в итоге производится тот продукт, который был, но в единичном экземпляре. А после этого под нужды заказчика необходимо спроектировать предприятие, которое сможет обеспечить заказчика тем количеством мотор-двигателей, в этом случае мотор-колес, которые ему необходимы. Вот, допустим, в случае с Николаем Фоменко, это порядка пяти тысяч единиц по году. Да, вот, ну, не зависит от того, насколько партии будут. И вот, и предприятие, которое выпускает пять тысяч единиц, или сто тысяч единиц, даже одного и того продукта, это разное абсолютно предприятие, разное количество станков, разная там логистика, разный способ производства элементов и так далее. То есть, само предприятие, выпускающее продукт, является, соответственно, продуктом. Вот, как это не тавтология звучит. Вот, поэтому вот такими будут заказчиками. Вот это и есть самый дорогой, самый высокотехнологичный и конкурентный продукт, который, мало кто этим занимается, мало кто имеет экспертность в этом. И тем более, практически нет людей в этом мире, которые проектируют по новому принципу. Вот технологии совмещенных обмоток славянка, это то, что показывает свою эффективность даже на текущих двигателях, у которых спроектировано не под нее. То есть, смотрите, под любого заказчика какая-то другая компания может спроектировать электродвигатель. Но она спроектирует она на старых, известных принципах, которые априори менее эффективны. То есть, вот, прошу вас понять вот эту вот суть. Хочу донести то, что в этом особенность. Вот это и есть заказчики, вот это и есть основной продукт. То есть, предприятие будет одним из четырех своих основных продуктов, помимо серийного выпуска, то есть, вот, допустим, мотор-колеса, помимо возможных дальнейших разлетелений и использования этих мотор-колес, допустим, в легком транспортном средстве, в рикшах или еще где-то, основным его продуктом будет именно постановка технологии производства. Это то, что нельзя скопировать, нельзя повторить. То есть, это интеллектуальный труд, очень дорогой, очень высокооплачиваемый, очень маржинальный, потому что никто не может это повторить. Это очень нужно. Это выводит компании, которые заказывают эту разработку, ну, в неконкурентную среду. То есть, грубо говоря, если одна компания, допустим, если мы возьмем авто, да, транспорт, ну, то есть, авто-темальчику, допустим, вы все, ну, сто процентов тренд на это есть, да, сто процентов развиваются. И вот, допустим, один автопроизводитель использует в своих автомобилях двигатели со старыми обмотками, со старым принципом построения электромагнитной системы. И, допустим, он будет приезжать 300 километров. Если же другая компания выйдет на этот же рынок со всеми теми же комплектующими, все те же батареи, все-все-все, но его двигатель будет спроектирован по методу совмещенных обмоток, этот автомобиль будет приезжать там не 300, а 400 километров, что является очень серьезным. То есть, при всех тех же входных параметрах он будет больше, быстрее, оборотистее, тяговитее и так далее. То есть, все. И получается, что та компания остается, ну, не конкуренцией. То есть, мы как потребители будем выбирать их продукт, который на голову там, ну, мощнее, да, там, или дольше пробег. Вот. Поэтому вот это вот очень важно. Сейчас можете писать, кстати, свои вопросы. Вот, лендинг когда будет перейден, лендинг, над этим работа уже ведется, будет несколько языков сразу. Плюс кабинет, коллеги. Это будет сделано, скорее всего, в ноябре будет залит. Так, не пойдет развить, допустим, как инвестор заберет свои деньги. Максим, не знаю, что должно случиться для того, чтобы проект закрылся, и инвесторы не пошли, но будет то, что уже куплено, это останется, это все равно может приносить доход. И, коллеги, тоже прошу вас не пытаться искать у нас ответа на то, не гарантируем ли мы возврат средств. И не пытаться искать или обманывать себя, что здесь есть гарантии. То есть, если вы думаете, что вы проинвестируете когда-то, куда-то деньги, и вам прогарантируют их возврат, коллеги, знайте, ну, эти люди либо не понимают, что говорят, либо заведомо вводят вас в заблуждение. Плюс, поймите специфику, здесь инвестиции на ранней стадии, они высокорисковые, они в бизнес, они в производство. Это не инвестиция в недвижимость, это не инвестиция в какой-то там сверхликвитный, не знаю, там товар, какой-нибудь доллар или еще что-нибудь. То есть, это инвестиция в наукоемкое производство. Оно подразумевает высокий уровень риска, но и на другой стороне медали это высокий потенциальный доход. Именно в эту игру, как бы такие правила вот у этой игры. То есть, если вы хотите гарантий, опять же, они даже там, ну, в банк нужно идти, но там правила игры другие. Там доходность низкая, но и риск имеем. Но опять же, вы должны понимать, что есть эти риски. И даже если там у банка, государство гарантирует там возврат миллиона четыреста, а что если вы инвестировали два миллиона? Ну, то есть, значит, в остальные, если десять миллионов вы инвестировали. То есть, поэтому, смотрите, гарантия это такая вещь, мы стараемся минимизировать риски. Вот в чем дело. А для того, чтобы не было у вас страха потерять, инвестируйте ту сумму, говорю, которую вам не страшно потерять. То есть, относитесь к этому, как такое, говорю, десять процентов. Вот самое простое, что можно быть. Вот. Что еще по вопросам здесь у нас? Так, 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 так. Так, 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 так. Никто не может это повторить. Мотор с внешними ротами, оно производится. Славянка была из Бринада, она смещена, то и другое. Ну, коллеги, никто не может, так скажем, из тех, кто не знает, что такое словярка. Большинство не проектирует. Милис Александрович, наверное, я попрошу вас на этот вопрос просто ответить, чтобы я здесь не очень подкован. Вот. Но интеллектуальный труд, это труд, который коллеги, мы живем в реальном мире и мы допускаем вообще все возможное, что завтра мы не проснемся и так далее, и так далее. Вот. Но при этом, говорю, мы такие же двества и мы делаем в этом проекте все, чтобы было. Такие же двества. Александр, давайте вы дать дальше. Я тут просто смотрю. Александр, давайте вы дать дальше. Хорошо, добрый день. У вас добрый день. Я закончу, как раз. Хорошо. Мои коллеги, что касается недофинансирования, вот то, что говорили, да? И вот как деньги вернем? Я на одном из вебинаров рассказывал о том, что мы сейчас деньги превращаем в оборудование, которое необходимо согласно плану реализации проекта с учетом даже вопросов недофинансирования. Вот. Работы команды и так далее. и параллельно мы создаем нематериальные активы. Это патенты, которые стоят деньги. И порой, как правило, патенты, толковые патенты, которые реализованы не просто идеи, которые реализованы в товарной продукции и так далее, могут использоваться в производстве, они стоят дороже материальных активов. Поэтому по предварительным оценкам стоимость патентных заявок, по которым были положены патенты на изобретение на промышленный образец, владельцы, которых будет являться Соломаш, превышает суммы инвестиций, привлеченных на сегодняшний день. И поэтому по мере привлечения инвестиций мы будем создавать и другие нематериальные активы, которые тоже реквитны на сегодняшний день. Вот это защита. Поэтому стараемся максимально защищать инвестиции, которые мы привлекаем от всяких неприятностей. Вот поэтому конечно все это не гарантируется на 100%, точно так же никто не мог гарантировать, что Советский Союз просуществует долго и дойдет до реализации 50-летнего плана, по которому там мы должны были жить совершенно в других условиях, где проезд должен был быть бесплатный и так далее. Кому интересно, постарайтесь, может найдете план 50-летнего развития СССР. Но всего этого не случилось. Не случилось. Точно так же и многое не случилось. И вот так же и банки, которые привлекают вот в советское время мы жили, там были и накопления, там многие страховки, до совершеннолетия, до свадьбы и так далее. Платили, и все это умерло. Точно так же, как и облигации и так называемые брежненки тоже. Все это распилили, разокрали, разворовали. От этого никто не застрахован. Поэтому, если хотите быть застрахован, не раскачивайте свое государство. Любите его, каким бы оно ни было, но при этом, когда идете к избирательной уровне, включайте голову, и тогда все будет нормально. И поэтому невозможно защититься от человеческой глупости. И вот чаще всего получается так, что люди делают глупости, а потом приходят другие и спрашивают, а как же штат? А вот ты мне дай, а что тебе дать? Ну что дать? Ну что дать? Когда ты вот сам так, да? Поэтому не надо полагать, что где-то есть все стопроцентно. Всегда во всем есть степень риска. И вот даже элементарная вещь, допустим, степень риска на велосипеде гонял, на мотоциклах гонял, на машинах ездил, все жив здоров, стол обломился и он руку травмировал достаточно сильно. Поэтому где гарантия, что на стол садиться в бронезащите, да, ну, наверное, это нереально не нужно. А там небольшое отвлечение от всех этих вопросов, да? Значит, спрашивайте, то есть вы допускаете провал проекта, я делаю все, чтобы проект был реализован, но в то же время я прекрасно понимаю, что мы находимся в реальных условиях, в реальном мире. Я допускаю даже и то, что кто-то из инвесторов не доживет до завтрашнего дня. И такое может быть. Что тогда делать? Я засчитываю вот от этого, да? Вы допускаете, вы гарантируете, что все живы дойдут через концу года, в Новый год встречаем, все инвесторы будут живы. Кто допускает? Ребят, ну, давайте не скатываться до таких вещей. Я единственное знаю, что проект работает и будет работать, независимо от нашего уровня, потому что вот то, что направление модернизации, оно работает, оно живет и будет жить. Никуда не денется. И что патенты будут использоваться, и это будет, а вот насколько оно будет приносить доходность и ликвидность, это все в наших руках с вами. Причем наших с вами, еще раз повторяю, что только вместе, потому что ту часть, которая зависела только от нас, мы сделали. Ну, и самое главное, наверное, заключается в том, что входя в проект своими деньгами, вы не входите. Трудом вы входите в деньгами, но вы становитесь участвовать. Соответственно, разделяете все риски наравне с нами пополам. а при этом доходность ваша 50%, а команда разработчиков будет иметь только 25%. Те, которые 22 года вытянули на своих ключах, все, вложились туда побольше, чем все то, что собрано. И если это умножить даже на 20, а то несопоставимые суммы будут. Так что здесь не боги. мы не боги. Так. Почему контроллеры управления Кюртис? Если мы предложим аналогичный контроллер по вашей ТЗ. Смотрите, дело в том, что мы разрабатываем сейчас контроллеры, свой контроллер разрабатываем, но надо понимать, что контроллер сможет обеспечивать управление двигателями, только определенной мощности и с определенными параметрами. Для более мощных нужна целая линейка и контроллеров. И хорошо, вы предлагаете ТЗ. А какую мотиватику вы будете применять? Стандартное преобразование парка Горева. А вы уверены, что это преобразование позволит с максимальной эффективностью эксплуатировать мотор? Вы уверены, что не нужно другое преобразование питать? И так далее. А если так, то вы тогда надо продолжить и сказать, что ТЗ значит отдать вам и те наработки по алгоритму управления, вообще по математике. А как же тогда акционеры? Вам обеспечить доходность как персоналию, одному юридическому лицу, либо физическому лицу, как субъекту. Целесообразность действий. Мы с электроникой достаточно опытно работаем с силовыми источниками питания и так далее. Поэтому я не вижу целесообразности. Если вы видите, объясните мне, может я что-то недопонимаю, может быть мы найдем точки соприкосновения для того, чтобы и ваш бизнес, ваш персональный бизнес продвинуть. Я не против. Дмитрий Александрович, вы просчитывали вероятность успешной реализации проекта и всегда какова она на данный момент. Артем, дурацкий вопрос, извините, конечно. Я 22 года занимаюсь этим проектом, если бы я не просчитал его успешность, 22 года я бы занимался этим делом и вкладывал бы туда свои деньги, те, которые зарабатывал, занимаясь бизнесом. По-моему, ответ очевиден. Верю считал и дело в том, что момент ждали и предполагали и просчитывали, что будет твориться с экономикой, с энергопотреблением, к чему это приведет. Мы даже просчитывали последствия введения светодиодного освещения. Плачевные результаты. Энергосеть может лечь просто из-за пик-факта. А если делать корректоры мощности на каждую лампочку светодиодную, то это будет стоить, как крыло от самолета. Экономия от электроэнергии никогда не купится. Те же затраты на светодиод не будут стоить той экономии. Поэтому развитие светодиодного освещения в состоянии обрушить энергосистему. И в метро проверяли это дело, когда мы объясняли, они собрали эмуляцию, у них задымились кабели, трансформаторы, хотя вроде бы за пик-фактора нет. А пассивные корректоры мощности уже тянут очень хорошо, не говоря об активном. Поэтому на сегодняшний день продолжается дурь несусветных освещения. Как было у нас свечное, так вот этот эридемент свечного освещения тянется и по сей день. Создали прекраснейшие разработки, прекраснейшие вещи существуют. Нет, пялят люстры, канделябры и все страны прочие. Ребята аксетисты. Ну не надо же сходить с ума. Ну сделайте вы один источник света, разложите оптоволокном, сделайте рассеивател на концах и пожалуйста, вон от окна или еще как-то поставили и все. Нет, обязательно канделябры, да еще с хрусталем, чтобы на голову шарахнулось, да и вот в этих потолках, когда потолок 2,65, да, ходишь головой задеваешь за люстрой. И нет, вешаешь, и все это продолжается, да. Ну когда вы сделали групповую источник света, там и корректоры мощности можно поставить и отвод, тепла, утилизацию можно сделать, подогревать воду и так далее. Нет, свечки вешают и все, и хоть ты тресни им, да, хоть кол на голове тиши. глупо, да, но делают. Так, давайте дальше. Что-то прыгает, так, убежало. Хорошо, давайте я сейчас пока вопросы оставлю, да. я думаю, что у нас с вами, ну в конце концов задача одна, вывести проект на коммерческие рельсы и получать прибыль за счет сохранения окружающей среды и снижения себестоимости выпускаемой продукции, всей продукции, потому что электроэнергия используется при производстве всего сейчас. Новый анекдот? Пожалуйста, ребят. Хорошо, это не анекдот. Значит, что такое халява? Вот все знают халява, 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 да. А ведь я думаю, что практически никто не знает, что это такое. Почему оно, да? Оказывается, халява – это голенище, вот это широкая часть штанин украинских. Это вот как раз и есть халява. А в то же время в других, вот если смотреть далее, толковый словарь, халява – это падшая женщина. Короче говоря, женщина легкого поведения. Это не анекдот. Еще больше анекдот – это то, что это то, да, оказывается, украинец. И почему? Потому что он родом из Луганск. А Луганск сейчас украинский город, ну, как полагается, да, ну, на самом деле, это ЛНР, Луганская народная республика. И вот тут у меня лично, например, возникает анекдотичный когнитивный диссонанс. А далее это ученый, языковед, который создал толковые слова русской словесности и так далее. А в то же время он украинец. Ну, как-то, ну, не складывается у меня что-то в голове. Вот это вот анекдот очень большой. Еще интересно, что халява является еще и голенищем сапог, да? А почему? Потому что, польские завоеватели надели там подаяние, там забирали у людей и так далее, и все запихивали за голенище сапог. Вот халява, да, это дармовщина, это вот еще одно толкование. Ну, ладно, давайте вернемся к нашей теме. Значит, смотрите, дело в том, что, как должен развиваться наш проект для того, чтобы жена спрашивает, сколько вам лет? Ну, скоро 60 будет. Что, плохо сохранился? Да, конечно, что надо делать, чтобы, как развивался наш проект? Дмитрий Александрович, в Луганске производство или развитие проекта не планируете. Проект зародился в городе Стаханго. Вот в самом проекте первые двигатели с совмещенными обмонками были изготовлены в Стахановском научно-техническом центре «Квант», который я создал в 89-м году. Первые двигатели были установлены на северо-восточном насосном узле, они по сей день там работают успешно. Потом на котельной 241-й и 243-й квартал устанавливались на Чернухинской птицефабрике, Чернопрапорной птицефабрике, и там на них собирались, вот на этих объектах собирались статистические данные, первые статистические данные. Это был период с 95-го по 2000-м год. Когда можно увидеть себя в списке держателей АСИ через независимого регистратора? Ну, сейчас вот ребята делают все, чтобы все это можно было сделать. Так, сейчас. Сколько времени занимают и будут занимать расчеты по проектированию заказа, ориентировочно? Ну, смотрите, все зависит от мощности электрической машины, потому что небольшая машина, может быть, сервер может просчитать вариант в течение двух-трех суток. АЗИПОД 6,5 мегаватт машина считала полгода. Он больше шести месяцев считал, они выключаются. Это только один вариант считал. Поэтому тут все зависит от того, как, какая задача будет стоять. почему отечественные производители электромоторов не заинтересовались технологией намотки славянка. Из ваших слов это очень эффективная технология. Хорошо, давайте посмотрим, что такое отечественный производитель. Отечественный производитель это постсоветское предприятие, которое отжали определенные круги в процессе приватизации, вынудив работников и участников первичной приватизации уступить акции. Дальше это предприятие амортизировали нещадным образом, а деньги приватизаторы, те, которые стали собственниками, начали направлять в те сферы, которые дают быстрый оборот денег, это торговля и прочее, прочее, для удовлетворения своих собственных нужд и потребностей. При этом в развитие предприятия они не вкладывались. И вот что возникло? Есть собственники, которые набили карманы, там в Кершавелях и все остальное, а были исполнительные директоры, которые работали. И плюс работники, технические специалисты, которые попали под эффективных менеджеров, которые эффективно переорганизовали предприятие, выкинули в первую очередь технологов, конструкторов и так далее, освободившись никак от балласта и продолжали юзать предприятие. Вы приходите на такое предприятие, технолога нет, конструктора нет, никого нет. Есть эффективный менеджер, который сидит и смотрит, как бы виточек убавит, либо диаметр медиум меньше, там и так далее. Вот и дядя, управляющий, председатель управления, там и так далее, член совета директоров, который сидит и говорит, а ну мне надо, я буду вот тому, который там отдыхает на канарах, прибыль таскать, у меня что, зарплата от этого улучшится, да пошло оно. Ну вот идите вне брейте. Поэтому находясь в таком состоянии, видишь, менеджеры посчитали, посчитали, ну нафиг, тут еще работягам платить и так далее, в Китай вывели все, раньше хоть лыбочки клеили здесь в России, шильдики, сейчас и шильдики там. Ну вот после того, как доллар подскочил, рубль рухнул, начали возвращать, а где делать, на руинах. На руинах, понимаете, сколько уже предприятия закрылась. А тут еще Сименс правит бал. И вот так. Поэтому это нереально. Ой, отечество, до нашего уже ничего не мог, это собственно опыт, а наше предприятие перешло на российские комплектующие, оказалось, их нет, только деньги давали. Все правильно. Посмотрите, опять вернемся, что надо для того, чтобы проект успешно реализовывался. В свое время экономисты посчитали, что для того, чтобы инновации, серьезнейшие инновации, серьезные такие, капиталоемкие инновации оправдывались, они должны охватывать население в общем числом не менее 300 миллионов. Именно поэтому в свое время был создан СЕЛС, Совет экономической взаимопомощи. Учитывая, что Советский Союз насчитывал 250 миллионов жителей, а Россия сейчас где-то 120, инноваций, и плюс страны Варшавского договора, то вот в те времена инновации могли окупаться. Европа создалась по тому же принципу, потому что там 90, там 100 миллионов, так далее, так далее. поэтому для того, чтобы инновации окупались, приносили прибыль, нужно было все это объединить и инновации распространить на это количество людей. Для этого работали в советское время госкорпорации, но и Советский Союз был единый госкорпораций, собственно говоря, а на Западе транскорпорации создавались, и вот все это распространилось. Вот смотрите, была такая вещь, когда Соединенные Штаты впервые купили машину МИР, и вот оттуда они узнали, что существует вычислительная машина. Они вообще хотели познакомиться, что это такое у академика Глушкова. Были машины МН-7, МН-9, аналоговые вычислительные машины, великолепнейшие машины, вот, но не пошло, да? Американцы, когда Беленова угнал самолет МИТ-25, они впервые узнали, что существуют промышленные роботы для сварки, потому что Центроплан был сварен одним швом. Начали в одной точке варить, провели по кругу и замкнули в той же самой точке, да? Они впервые узнали, что это такое, почему мы все это програли. А програли, потому что не было опыта, культуры, выведения инноваций, потому что был госзаказ, да? Вот мы смотрим фильмы старой советской, по заказу государственного телевидения и радиовещания, да? Вот, давай, делали деньги, делали, нет заказа, значит, все. Поэтому надо бегать было по министерству, попрошить, то же самое сейчас, посоздавали фонды, всевозможные, которые ролят направления, да? всевозможные инвестиционные, ну, и учитывая, там, другие институции развития, вот, дашь, не дашь, дадут, не дадут, ходят с протянутой рукой, и ничего не сделаешь. Так вот, смотрите, когда они узнали, что такое участвительная техника, они начали это развивать, и мы развивали. И что в итоге у нас участвительная техника загнулась, у них развилась. Что же произошло? А произошла банальная вещь. Дело в том, что у нас в развитии участвительной техники занимались серьезные дяди, академики, там, все это самое, на народ плевает, игрушечки, школьнички, да, пошли мы вот тут, строители, мы тут, гигантские планы, не подходи к нам. Будет шантропа всякая под ногами путаться и прочее, да? А на Западе пошли по-другому. Дело в том, что мы на этих машинках начали делать игрушечки, писать для детишек программки, всевозможность. Вот, всякие тесты, всякие другие развлекательные программки, пошло-поехало, да? и потребителям первых малых машин, персонала стали люди, да? Это еще больше стало развивать. В результате появился массовый продукт, массовое производство. Можно было применить уже высокие технологии, высокий уровень механизации, автоматизации, труда, это существенно удешевело и опять-таки увеличило объемы продаж. А мы где были в это время? Если у нас по ГОСТу транзистор должен быть прикручен винтами, так мощно, хорошо, и не прыгнет. Почему? Потому что у нас что для космоса, что для быта, делали одно и то же. в этом была беда. Вот смотрите, в советское время существовало направление вычислительной техники, как вот сейчас у нас 0 и 1, 0 и 1, мы знаем двоечность системы отчисления. А в советском Союзе создали плюс 1, минус 1, 0 вычислительная система. Двухполярное питание, да? Поэтому получается, что уже трехбитная система. А потом догадались плюс 0, минус 0, потому что абсолютно нуля не бывает. Есть смещение, плюсовую сторону либо минус 0. Вот поэтому получается, что по одному проводу не 2 бита передается, а 4 бита. При этом можно было создавать машины, которые намного дешевле, намного более производительные и более компактные. Ну и где это все? Игрошечки победили. Понимаете? Что, в общем, между проектом развития развития вычислительной техники, вычислительных средств и наших проектов. Параллель напрашивается, аналогия тоже напрашивается. Когда мы занимались только промышленным назначением, да, несмотря на сотни тысяч сделанных двигателей, это не касалось никого. Абсолютно. Это вот мы приходили к этим директорам, владельцам, финансистам, банкирам и так далее. И они начинали там изображать из себя крутых дядечек, да, условно скажем, развалившись в креслах, которые рассуждали, ковыряли пальцем в носу и говорили, а ты мне покажешь. И так далее. В то же время сталкивались с амбициозными людьми, которые всю жизнь занимались и никак не хотели принять, что может быть что-то новое отличное от их взгляда, от того, что они не исповедуют, надували щеки, пейджились, там чего только не происходило. И сломить это было практически невозможно. Ну, сломили, вместе с обмотчиками сломали их, потому что им стало неудобно ресурсов, потому что их стали бить по носу, они просто попрятались, но при этом злобствовать и препятствовать не перестали. Поэтому мы сделали то же самое, что сделали с вычислительной техникой. Мы сделали мотор-колеса, которые имеют отношение к огромному числу простых людей. Это то, что понятно простому человеку, да? Так же, как и с компьютера, написали игровые программы, а мы вот сделали эти колеса. И как раз это пришлось на тот момент, когда развитие электротранспорта, велосипедов, электровелосипедов уже было заметным явлением в нашем обществе, потому что до того года, два до того этим заниматься было бы бесполезно, потому что еще емких аккумуляторов не было, свинцовые не позволяли создать нормальные двухколесные транспортные средства, и это так бы не задело. Именно в нужный момент мы предложили то, что было интересно многим. Благодаря этому проект привлек к себе внимание такого количества людей, и поэтому стало возможным создание народной корпорации, собственно говоря, с привлечением народных инвестиций, где нет этих дядечек, грустными глазами, потухшими уже с поволокой, да, и тех затуманенных алкоголем и обжорством тоже нет. Все изменилось, и все стало совершенно другим, и уже от этих людей независящим. И это стало реальностью, и реализация проекта приобрела новый толчок, новое ускорение, новую динамику, и новый масштаб. И это нормально, потому что любой проект, так же как и человек, от зарождения эмбриона, народов, и воспитания, обучения, ребенок, и проект, проходят все такие же этапы, и у любого проекта со временем наступает старость, когда появляются новые технологии, они приходят на смену старым, и старые отмирают. вот если посмотреть, когда, допустим, зародилась вычислительная техника, а в каменном веке, когда камнишки начали переставлять по лункам, потом появились счеты, которые позволяли упростить процесс вычислений, потом появились механические вычислительные системы, были феликсы, там ручку крутишь, передвигаешь, набираешь, мы еще наряды закрывали на этих феликсах, потом появились ЭКВМ, электронно-клавиши светились газоразрядные лампы, клавиши такие были, большие, килограмм по 30 машинки, потом калькулятор, и потом пошло, 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 поэтому те, кто занимался производством счет, они отошли, калькулятор механических вычислительных машин тоже, все это подходило, и только в музеях теперь это встретишь, это нормальный эволюционный процесс, но на смену асинхронным двигателям, электрическим машинам, пока еще не видно, что бы могло прийти, уж слишком они хорошо себя зарекомендовали промышленности, своей надежностью, простотой, и именно вот это решение, которое мы предложили, оно касается именно самых массовых электрических машин, и оно востребовано, потому что все страны мира технически развиты, приняли программы энергоэффективности, энергосбережения, и поэтому эти технологии будут востребованы, надо только предложить, и наш опыт показывает, что да, готовы брать продукт, выполненный по этой технологии, поэтому дело за постановкой его производства, но так как за 25 лет не сохранилось кадров, которые этим занимаются, нам приходится это создавать с ногами, потому что разработчики, разработки электрических машин в Советском Союзе, занимался Харьков и Питер, в Питере в основном крупные машины делали, а в Харькове поменьше, но еще в ней те, которые тоже находятся в своем состоянии, не будем говорить, но у них там работы ведутся, у них свое видение, свои процессы, свои специалисты, и они заточены в основном на промышленную часть и никак не могут снизойти до потребностей простых людей, но не барское это дело, удовлетворять потребности простого человека, они там в министерствах решают, они там в облаках парят, ну пусть парят, высокоптиц и высокий полет, есть ли интересы стороны министерства обороны РФ? Смотрите, министерство обороны РФ устроено таким образом, ты дай, покажи, готово, мы посмотрим, если нас удовлетворит, мы тебя заплатим с полной, если нет, иди занимайся дальше, почему, потому что вот слишком часто удовлетворяли любопытство за счет обороны, министерства обороны, институты десятилетиями пилили деньги, осваивали бюджет, ничего не выраждают на выходе, не предлагают, ну а сейчас бизнес, капитализм, предложишь купленный, предложишь нет, есть конечно госкорпорации, они там заказы размещают, а с коммерческими у них разговор простой, поэтому нам опять-таки надо с вами им что-то предложить, а не это надо разработать и принести, сказать, вот ребят, смотрите, нужно, покупайте, поэтому для военной отрасли, для роботов, так далее, ну я вам могу сказать, что идут переговоры, по транспортным тележкам, вот 186-й колобок, он в какой-то степени, уже приближенно, он может удовлетворить эти запросы, транспортные тележки, это двойное назначение, можно этим заниматься, но опять-таки, этим можно будет заниматься, когда у нас с вами будет уже поставлена база, потому что нельзя заключать договор, если у тебя все оборудование, не стоит, и ты всякие факторы, которые могут тебе препятствовать, не устранил, потому что и так рисков много, а если еще взяться за разработку, когда ты оборудование не приобрел, не установил, и у тебя еще даже финансов, не видно этих, которые это позволят, и браться за такую разработку, это ну просто безответственно, да, мы не пойдем с Арцуховым, с Арцуховским слышал, но не взаимодействовал, он сможет с точки зрения своей теории создать теорию совмещенных обмоток, так теория создана, я ее написал, создал, написал даже упрощенные варианты, как считать, что, для чего, именно для применения на стандартных пакетах и так далее, да, и вот за счет чего получаются эти эффекты, это все описано, это все есть, поэтому, но единственное, что я ее не выкладываю, вы хотите, чтобы я выложил, пожалуйста, но если я ее опубликую, тогда давайте проект закроем, тогда любой желающий скажет, да, ребят, спасибо, большое спасибо, да, мы пойдем сейчас быстренько будем делать то же самое, ведь мы являемся владельцами ноу-хау, и на этом должны зарабатывать, да, а мы сейчас это выдадим, да, все, на, публикуем, и пусть все занимаются, нет, Денис, так делать нельзя, Потапенко всех только унижает на своем шоу, есть у него свое шоу на ютубе, вы знаете, я смотрел его шоу, ну, вот, Сергей Семенов, он, человек нахрапом берет просто, потому что, то, что он порой говорит, он шоумен, он там на публику играет и так далее, но серьезных вещей нет, вот он начинает там про налоги, а, налоги, а вот не существует, а, 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 и нам как индюк кидается на все это парень, вот ты немножко прикрой ротик, да, помолчи и выслушай, что тебе оппонент ответит, а потом будешь говорить, а не кидайся ты, ты что, много в налогах, соображаешь, и вообще ты понимаешь, что делается, ну вот налоги, хорошо, вот размещаешь в особой экономической зоне, вот мои сколки возошли, годное налогообложение, пятое, десятое с проектом, дальше что, вот невозможно делать, а почему мы делаем, почему мы делаем проект, поэтому, вот его поведение, он делает шоу, он на этом шоу зарабатывает, но ни в коей мере, он не занимается продвижением проекта, у него совершенно другая задача, и поэтому, стучать к нему, зачем, ну, и вообще, смысл стучать, что, чего добиться, добиться для того, чтобы он осветил проект, привлек к нему больше внимания, ну, если взять потенциал всех участников, если каждый из участников расскажет десяти человекам, да, своим друзьям, десятерым, о проекте, один из них согласится принять участие, тоже в нем, да, ну, Потапенко отдыхает, вот если посмотреть, сколько нас сейчас партнеров, да, если каждый донесет, ну, где там Потапенко, и где вот та команда, которая сейчас работает с проектом, это несопоставимая вещь, просто несопоставимая, ребят, не надо искать руку доброго дяди, большого дяди, там, мохнатого инвалида, чтобы он с мохнатой лапой там был, и так далее, надо поверить в себя, и поверить, в то, что сами можете, вместе, что можем, да, а оно же действительно можем, и не надо вот сказать, да, есть варианты там продвижения, и так далее, но я говорю, что если каждый из вас приведет проект по одному финансисту, а тот в свою очередь тоже это сделает, вы представляете, вот цепная реакция идет, а если по два, то это будет геометрическая прогрессия развиваться, и это в руках ваше все, и это возможно, это реально, и это же принесет, в первую очередь, быстрее принесет доход вам же самим, поэтому судьба в собственных руках, и надеяться на Потапенко, ну, наверное, не стоит, да, придет работать проект, милости просим, всегда рады, если захочет подискутировать, ну, подискутируем, посмотрим, кто прав, только это должна быть дискуссия, прыгать будет, но я тоже умею ответить, за словом карман не полезен, какое еще оборудование было закуплено, не все 40 миллионов были потрачены на машинку по зачистке проводов, о, Денис, да все 40 миллионов, да, на машинку для зачистки проводов, чего уж там мелочиться, взяли, кинули, ну, ребят, ну, не смешите, смотрите, дело в том, что вы зайдите в экран, и посмотрите, как ведутся продажи оборудования, вы отберете оборудование, да, потом рассмотрите коммерческое предложение, потом они с вас потребуют техническое задание, вы проработаете это техническое задание, комплектацию, так далее, составите договор на поставку оборудования на его комплектацию, сделайте заказ, заплатите аванс на это оборудование, да, и только потом они вам поставят, но так как основное, 99% оборудования все-таки импортные идут, из-за рубежа. Сроки подставки составляют от 60 дней до 8 месяцев. И вот авансы на оборудование проплачены. Деньги не лежат ни у меня в кармане, ни на счетах. Они тратятся, вкладываются. Да, если мы заплатили аванс там, ну, естественно, резервируем сумму, которую необходимо доплатить для получения оборудования. И вот то, что можно показывать, я показываю. Об этом рассказываю. Есть и другие единицы оборудования, которые приобретены, но я уже объяснял, почему нельзя этого делать. Брать и выкладывать. Я уже говорил, что вам скажут спасибо за предоставление бесплатной информации. Потому что не только партнеры смотрят эти каналы, смотрят за нашими шагами за нашими действиями. Поэтому давайте будем помогать конкурентам. Я не против. Только за чей счет? Опять за ваший счет? Неужели это непонятно? И за мой счет тоже. Не надо быть глупцами. Нельзя этого делать. Уже сколько раз объясняли. И говорили, почему это не надо делать. Вот я когда заключал договоры, заключали с обмонщиками по перемотке двигателя. Вы что думаете, все честны были? Там нашлись такие, что схемы пытались продавать, и продавали, и ловили. Поэтому мы перестали вообще предоставлять схемы, мы предоставляем только по требованию. Нужные для конкретного двигателя. Да, рассматриваем, даем. Потому что люди, человеческий фактор, доверяя, но и защищая, потому что это же не только наши деньги, это и ваши деньги. Их надо защищать. А бездумные шаги, но если кто-то просто по незнанию либо еще что-то предлагает что-то сделать, только из любопытства может или еще как, но это не значит, что мы это станем делать. Поэтому я еще раз объясняю, что можно, мы показываем. Что можно, рассказываем. Если кому-то более интересно, ну, сами прикиньте, какое оборудование нужно для того, чтобы производить двигатель. Если нужно только 200 единиц оснастки на один двигатель. А оснастку надо ставить на станки и оборудование, да? Вот сколько их единиц надо? А какие марки, типы и так далее, ну, извините, уже выкладывать не будем. Ну, и поэтому, если вы считаете, что 40 миллионов рублей мы вложили в машинку, ну, считайте. Почему не меняются цифры инвестиций в компании и активных инвесторов? Да потому, что там уже другая колонка открылась, вторая. поэтому, то остальное стоим. Китай собирает ваши двигатели? Нет, не собирают. Очень беспокоен за здоровье и безопасность звеновых. А кому мы нафиг нужны? Так как вы у нефтяных магнатов через некоторое время будете как кость в горле, какие меры приняты. Ну, ребята, ошибаетесь. Нефтяные магнаты спят и видят, когда мы двигатели запустим. Понимаете, вот все эти пляски скелетов вокруг электромобилей поддерживают нефтяные магнаты и энергетики. Вот смотрите, дело в том, что у нас существует утренний максимум, вечерний максимум. Мы встаем, включаем свет утром, собираясь на работу, там в туалет пошли, пошли зубки почистили, водичка потекла, там завтрак разогрели, приготовили и так далее, и так далее, а потом в общественный транспорт и поехали. Это вот создает утренний максимум. Но чтобы этот утренний максимум прокачать, нужны сечения проводников определенные на линиях электропередач, трансформаторы определенной мощности и так далее. Потом нагрузка падает, и потом вечером опять она нарастает. А ночью она вообще из этих предприятия стоят, транспорт стоят, а трансформаторы гудят, их КПД падает, потери, а теперь смотрите, если мы взяли и вечером включили на зарядку электромобили, опаньки, или когда на работу приехали, нагрузка-то выровнялась, соответственно, КПД энергосистемы выросли, потери там уменьшились, ну а тариф за электроэнергию остался, значит, доходность у них выросла. Но с учетом того, что КПД энергосистемы, я уже рассказывал, что они же паровозы, развитие электротранспорта приведет к потребности вырабатывать больше электроэнергии и соответственно к потреблению, увеличенному потреблению углеводородного сырья. и плюс ко всему еще спасет от стагнации, гибели автопромы разных стран, потому что они уже все работают, считайте, на восполнение выбывающей численности автомобилей. Уже бум, роста производства не наблюдается, поэтому они в кризисе компании. Вот развитие электромобильной тематики их спасает от катастрофы. Поэтому все ждут автомобилисты ждут, когда будет хороший привод, энергетики тоже ждут этого дела, но нефтяники тоже. Поэтому ошибка считать, что нефтяное лобби противник. Нефтяные лобби как раз и развивают эту тематику электромобилей, они заинтересованы этим. Но попытные издержки есть, конечно, но другого пути у них нет, потому что не развивая энергоэффективность вот такую, они не развьют и не решат других задач. Это еще более пагубный фактор, больше угрозы для бизнеса. Но как-то так картина складывается. Так, в таком случае вы должны быть в первую очередь интересованы в том, чтобы двигатели максимально попали в народ, а следовательно продавать даже на стадии экспериментально ваши двигатели. Игорь, я вам многократно уже говорил, что, смотрите, 200 единиц оснастки нам для того, чтобы двигатели произвести. произвести. Как вы их сделаете? Нужны деньги, станки надо поставить. Да, можно делать рукопашины, но вы представляете, сколько времени надо затратить, сколько людей посадить надо. Все сотрудники посадим, будем делать один двигатель неделю для Егора. А теперь давайте сложим все затраты, условно, постоянные расходы, это аренда, электроэнергия, и так далее, заработная плата, и скажем, Егора, на тебе двигатель, плати полныллона. Егор, господи, вы что, ребят, с ума сошли? Да кто же вас за такие деньги купит? И понеслась. Поэтому на стадии экспериментальной и все остальное никто никогда ничего не продает. И бросите вы вот эти все фантазии, свои придумки. Понимаете, дело, что на Западе делают, водят инновации, там есть. А у нас все начинается с такого, а давайте мы сейчас самолеты делали, а мы сейчас велосипедики делать будем. А потом выдают такие велосипедики, что никто не купит. А потом вот удивительно, вот у нас предприятие, бегал этот плешивый Горбачев, да, всю диверсификацию экономики устраивал. на заводах, а вот делали это, давайте сейчас кастрюли будем делать, товары народного потребления, да, делались. Крышки для консервации, вот молодцы, да. Мало урока исторического, еще хотите, чему вы призываете. ну вот смотрите, для того, чтобы вносить подобные предложения, ну, хотя бы немножко познакомьтесь с темой, я не стану рассуждать, допустим, гинекологию, транспантологию, я там ничего не соображаю. И никогда не пойду советовать и говорить, да. и когда приходишь к врачу, если ты ему начинаешь рассказывать, советовать, врач на тебя посмотрит, скажет, слышишь, идти ли честно, что ты сюда пришел, ты же все знаешь, все самое умное, ну, иди туда. Поэтому, давайте каждый будет заниматься своим делом. Если вы прекрасный специалист этих вопросов, ну, давайте отдельно сядем, переговорим, обсудим. Или предложите модель развития, да, не только обоснованно, они вот из этой оперы что-то экспериментально продают. Ну, пойдите вы хоть в одном автосалоне демонстрируют, на выставку приходят, представляют экспериментальные модели, придите и скажите, да, я ее тебе куплю. Ну, сходите, в любой фирм, пойдите и спросите. Так. почему технология славянка не заинтересовалась нигде в мире, учитывая международный патент того же Яловея. Николай Васильевич Яловея когда сделал патент, вы сделаете по нему двигатель. Сделайте. Много этих двигателей было сделано. Назовите. Много двигателей было сделано по моделям Хоффмана, Ласова, Морозова. Где эти двигатели? Ребята, тут все намного проще. Вот смотрите, ну, приезжайте вы, допустим, фирма Айбиби. Говорите, вот у нас там двигатель. Для специалистов раз, иди сюда. Вот тут нам предложение пришло и так далее, и так далее. Вот приходит специалист, которому платят, ну, скажем, 30 тысяч долларов. Он на тебя смотрит, так, парень пришел, да? Ну-ну, на мое место ну-ну. Почему? Потому что если он признает, что ты принес разработку лучше его, которую выполняем, хозяин скажет, а что ты тут делал, что ты делал, за что эти 30 тысяч платил? Байк отсюда, иди гуляй, я вот это возьму за 10 тысяч долларов. Положаровский, да, за 10 тысяч он тут будет пахать, пока не сотрется, да что, да, до костей. А ты свободен. И как вы думаете, вот он согласится, или он будет драться всеми мыслимыми и немыслимыми способами? Вы где начитались? Да, много пишут для дураков, для того, чтобы слюни распустили, что вот тут изобретешь, тут фирме предложишь, компания, Сименс, там прибежали, ну и у тебя там с руками купили. Нет, все не так. Покажите эти, да, есть единичный пример, для того, чтобы бегали дурачки и ходили там, потом предлагали им. Вот много Йозе Накаяма приезжал, да, мы говорим, да, ребят, поехали туда, мы там в лаборатории, а здесь нет. Он ходит по университетам, собирает идеи, всякий к нам приезжал, был, но в России развивать не будем, езжай, поехали туда, дадим лабораторию, будете на зарплату, нам разрабатывать, создаем там центр и будем работать. Ну, ответили, езжай, работай. Поэтому они тоже непростые люди, далеко не простые и не так-то просто. Вот когда ты в бараний рог скрутишь, вот тогда они с тобой договорятся. Поэтому, когда будет собственное производство и когда они по имуществам деваться некуда, либо банкротство, разорение, либо договариваться их покупать, вот тогда разговор состоится. Потому что они бандиты с большой дороги-то по большому счету. И работать с ними, то тоже надо с позиции сил. А для этого надо создать эту силу. И не читайте вы, как говорил Преображенский, профессор Преображенский, в собачьем сердце, не читайте на утрах бульварную прессу по утрам. Так портит желудок и пищеварение. Поэтому вот все эти вот идеи о том, что там придут, оторвутся руками, бросьте вы, даже самые хорошие идеи они не будут отрывать. когда Зворыкин создал телевизор Артикон и Супер Артикон трубки для приема передачи видеосигнала, Ташкент его выгнали, там занимался, он пользом отправил в Питер, чтобы продемонстрировать свои разработки достижения. когда он туда приехал, там одни были куски стекла разбитых. Ну, вот и все, а кто это сделал? Конкуренты. Так, ребят, ну, на сегодня, я думаю, мы основные вопросы рассмотрели. Конечно, вопросы, может, я слишком эмоционально отвечаю, но я отвечаю по сути. так, как она есть, без всяких фантазий, так, как я это знаю, вижу, представляю, имею опыт работы с этим делом, да, вот исходя из опыта, из практики, я рассказываю все то, что на вебинарах освещаю, да, там, где я не знаю, там я не знаю, а вот там, где я не знаю, я знаю, чем я занимаюсь, и занимаюсь многие годы, да, и нельзя заниматься мне профессионально. За этим спасибо, до свидания, до встречи, удачной недели. Коллеги, Медсанж, большое спасибо, да, я просто не знаю, видимо, опять у нас какой-то лак, так, вот, вроде все нормально, да, друзья, напишите, пошли чуть-чуть, пожалуйста, слышно, или да, я тут могу сейчас включить, наверное, коллеги, продолжим, да, я отвечу на свои вопросы, буквально на несколько, все, все хорошо, да, все, опять остановим, а то сейчас все бежит, коллеги, значит, там был вопрос, когда будет внутренняя биржа, значит, когда будет внутреннюю биржу, можно будет делать только тогда, как будут собраны средства, то есть на текущий момент единственным имитентом и тем, кто может продавать, реализовывать долю в компании, это является сама компания, все инвестиции, которые приходят, соответственно, за счет оборота акций, идут в компанию, на ее финансирование, как только эта сумма будет собрана, возможно, и есть, в общем, нужна создавать вторичную биржу, для того, чтобы те, кто еще не вошел, хотели, я хотел, но хотел и вошли, а те, кто вошел раньше, и хочет уже выйти, так как же могли выйти, такой функционал мы уже реализовывали на своей площадке, симакс, он там работает успешно, и, в общем, практика это есть, и мы это делали, это такое внутреннее, как нельзя сказать, IPO, если хотите, все что угодно, вот, но это, почему нельзя это делать, пока все средства не собраны, потому что тогда будут спекуляции, тогда люди с одного этапа будут продавать доли на втором этапе, и тогда вся потенциальная сумма, которая могла зайти в проект, не будет заходить в проект, а, грубо говоря, начинать спекулировать и зарабатывать на долях до полной реализации проекта, так скажем, полумера, или не знаю, то есть это делает, создает угрозу самому проекту, недофинансирование, вот, вот такой, дальше, про оффлайн-встречу, оффлайн-встречу, это, значит, вопрос был, когда будет оффлайн-встреча, ну, опять же, там, с сильномышленниками, и так далее, давайте мы ее, наверное, приведем в ноябре, где и когда, точно скажу, это Саша Мунко у нас по этому вопросу, то поднимал, опять его, ну, надо будет собраться всем, я думаю, все за, тут кто-то находится, значит, смотрите, дальше, так, вопрос был, почему в Вануату, смотрите, Вануату, это оффшорная зона, то есть, вопрос был, почему зарубежные инвесторы в Вануату, в оффшоре, а не в России, там, почему здесь не собрать, значит, во-первых, мы инвестиции собирать будем со всего мира, во-вторых, Вануату, это оффшорная зона, там нет налогов, нет отчетности, и там очень, не то, что очень просто, там проще и дешевле получить лицензию на тот вид деятельности, с которым мы занимаемся, то есть, коллективно вот это финансирование, эту лицензию мы сейчас получаем, вот сейчас последняя стадия, там, последнюю справку я жду, и все будет окей, вот, поэтому плюсов очень много, там есть определенные минусы, но, опять же, в нашей ситуации, это оптимальный вариант, дальше, был вопрос, можно ли брать видео, Ютуба, да, коллеги, вы можете брать видео, только, пожалуйста, все, что было корректно, ничего там не выдумать, не вдумать, просто берите, копируйте, размещайте, не представляйтесь официальными ресурсами, главное, ну, то есть, не нарушаясь каких-то правил, так, а теперь вот о про что я говорил, коллеги, вы, наверное, знаете такой прекрасный, большой сайт, который называется, DROM.RU, здесь вышла статья, я, кстати, даже не знаю, кто я написал, посмотреть, в общем, вышла статья про автомобиль, за это небольшой обзор, и там есть голосование о том, что нравится ему этот автомобиль или нет, коллеги, там, так скажем, Дмитрий Александрович обсуждали, когда я говорю, какая-то негативная статистика, типа, 54%, 54% нравится, а с 64%, 46% не нравится, вот, давайте дружно, поддержим, вот у нас тут 229 человек, давайте дружно перейдем по этой ссылке и поставим, и проголосуем, ну и просто ознакомимся с статьей, она, кстати, собрала уже, сейчас я обновлю, больше 11 тысяч просмотров, 11384, вот я сейчас вижу, вот, ваша поддержка, я думаю, здесь лишней не окажется, поэтому, кто смотрит внимательно, кто с нами активно здесь участвует, прошу, друзья, ну, поддержите, да, проголосуйте, ну что, а в целом, уже время наше, 2-2, час 20 прошло, вот, опять же, на все вопросы мы не успеваем отвечать, их невозможно сделать, на следующих вебинарах ответим, и так далее, вот, коллеги, кто-то зовет Серега Семенова, сейчас он пойдет к ним, друзья, вы все, наверное, знаете, что у нас есть официальный сайт, вот этот, Solar Group, аж скинь, пожалуйста, вот, прошу всех, кто не зарегистрирован, перейти, то зарегистрироваться, кто зарегистрирован, и хочет помочь проекту, переслать этот сайт, ну, своим друзьям, рассказать о проекте, рассказать, возможно, вот, тем, кому понравился ролик про Хоменко, не знает, где его взять, сейчас вам тоже ссылку будет в чате, можете поделиться этой ссылкой, вот так вот происходит работа, вот такие люди, заказчики, подождал, да, с этого, с ютуба, или давайте сейчас ссылку там сам, так, коллеги, вот ссылка на Фоменко, вот, ну и все, в целом, работа продолжается, мы рады, что такое внимание, так, по-прежнему долго вы уделяете этому проекту, что опять вот, четверг, вечер, 8 часов, у кого-то там уже, наверное, ночь, и вы с нами, вы развиваете этот проект, поэтому, следите за новостями, следующий вебинар, во вторник, мы, соответственно, свою работу делаем, Дмитрий Александрович, делает, от вас нужно только внимание, и поддержка, соответственно, все, коллеги, тогда нам пора заканчивать, вот, там кричат уже, вот, до встречи, во вторник.